Радио «Вера» представляет Святой апостол-первомученик, архидиакон Стефан, жил в I веке в Иерусалиме. Ученики Христова избрали семь диаконов, то есть служителей. Они должны были поддерживать порядок при раздаче милостыни бедным и оказании другой помощи нуждающимся, а также помогали апостолам. Стефан стал старшим, то есть архидиаконом. Однажды ему пришлось предстать перед Иерусалимским судом Синедрионом. Его обвинили в клевете на пророка Моисея. Тогда Стефан произнес пламенную речь, проповедуя Христа. По преданию, в какое-то мгновение он вдруг увидел перед собой отверстое неба и Иисуса Христа, сидящего во славе. Он громко провозгласил это. Тогда члены Синедриона в гневе набросились на него. Стефана изгнали из города и побили камнями. Стефан стал первым христианским мучеником. Его тело бросили без погребения. Но уже на следующий день один из членов суда, Гамалиил, начал склоняться к вере. Он с почестями похоронил Стефана. 15 августа церковь вспоминает перенесение мощей первомученика в Константинополь. Сейчас в России частица мощей святого Стефана хранится в Серапионовой палате Троицы Сергиевой Лавры. Апостол по-гречески значит посланник. Церковь чествует первых проповедников Слова Божия за то, что они исполнили своей жизнью завет Спасителя, нести весть о Христе, невзирая на внешние опасности и тяготы. Прославляя апостола и первомученика Стефана, мы просим святого. Моли Бога о нас. Святой Блаженный Василий, московский чудотворец, родился в декабре 1468 года. По преданию его мать горячо молилась на паперти Елоховского храма. Там и родился будущий святой. Мальчика отдали в обучение к сапожнику. Мастер первым столкнулся с прозорливостью будущего святого. Один купец попросил сшить такие сапоги, чтобы не сносить их и за год. Мальчик прослезился. Сошьем и не износишь их. Хозяину он объяснил, что заказчик не обует сапоги, потому что умрет. Через несколько дней пророчество сбылось. В 16 лет Василий начал подвиг юродства. В летний зной и лютый мороз ходил он ногой и босой по улицам Москвы. Его поступки казались странными. То прокинет лоток с калачами, то прольет кувшин с квасом. Рассерженные торговцы били блаженного. А потом обнаружилось, что калачи были плохо испечены, квас испортился. Вскоре Василий и все признали человека Божия, обличителя неправды. Блаженный часто помогал тем, кто стыдился просить милостыню, а между тем нуждался в помощи более других. Скончался Блаженный Василий 15 августа 1557 года. Отпевание и погребение праведника совершил сам митрополит Макарий. Могила юродивого находилась у маленькой Троицкой церкви, которой за три года до этого пристроили Большой Покровский собор. Но почитание святого было столь велико, что он и до ныне именуется храмом Василия Блаженного. В гимнографии Василий Блаженный прославляется как молитвенник и Божий избранник, как милосердный чудотворец и небесный покровитель Москвы. Прославляя святого Василия, мы просим его. Моли Бога о нас. Священный мученик Стефан, Папа Римский, жил в III веке. Он был возведен на римскую кафедру в 253 году при императоре Валериане. Папа Стефан боролся против ереси Навата. Тот учил, что не следует принимать в христианство тех, кто под пытками или из страха однажды отрекся от веры. Стефан решительно выступил против такой точки зрения. Когда император объявил гонение на христиан, Папа Римский вынужден был скрываться. Однажды по его молитве получил исцеление Люцилла, дочь видного командира военного трибуна Немезия. После такого чуда крестилась вся семья девушки, включая ее отца. Позже они приняли мученическую смерть за веру. Схватили и Стефана. Император Валериан приказал казнить римского епископа в храме Марса. По молитвам Стефана случилось грозное знамение. Храм разрушился, вся охрана разбежалась. Папа Римский укрылся в катакомбах, где продолжил укреплять в вере и поддерживать верующих. Но в тайное укрытие ворвались солдаты императора и убили Стефана. Первых христианских мучеников называли по-гречески «мартирос», то есть «свидетели». Это люди, которые своей жизнью, пролитой кровью, свидетельствовали об истинности христианской веры. Церковь прославляет священно-мученика Стефана и просит «Моли Бога о нас». Преподобный мученик Платон, в миру Петр Колегов, родился в 1865 году в Пермской губернии в бедной крестьянской семье. Он стал иеромонахом Ульяновского Троице-Стефановского мужского монастыря в Вологодской губернии. После ареста настоятеля обители Платона избрали на его место. В годы Гражданской войны село не раз переходило от белых к красным. Большевики арестовали отца Платона еще 20 монахов. Их обвинили в пособничестве белым. Иеромонаха приговорили к пяти годам лагерей. В 1925 году он вышел на свободу и служил в сельской церкви под Усть-Сысольском. В 1937 году отца Платона опять арестовали. Казенный полуграмотный текст обвинения гласил, Коллегов активно вел контрреволюционную деятельность, устраивал сборище, доказывал о скорой гибели коммунизма, советской власти и колхозов, призывал в колхозы никому не вступать, используя при этом религиозные предрассудки. Тройка приговорила его к высшей мере наказания. Отца Платона расстреляли и похоронили под Сыктывкаром. К лику святых он был причислен в 2001 году. По словам святейшего патриарха Кирилла, никогда защита веры в мире не сопровождалась такими страшными и кровавыми гонениями, какие претерпел наш народ. Трудно сказать, что было бы со вселенским православием, если бы в России оно было уничтожено. По милости Божией, такого не произошло. Мученики и исповедники русской церкви ныне предстоят перед Господом. Мы уповаем на них, как самолитвенников, и просим вспоминаемого сегодня исповедника, преподобный мученик Платон, моли Бога о нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова